Деревня, которой нет Деревеньку, далее вдоль заснеженного поля и сворачивала после поля направо на трассу. В деревне был один перекресток, больше никаких съездов, то есть просто тупо ехать прямо. Все это я запомнил во время заезда, это был самый простейший маршрут. Навигатора в 2005 году еще не было, да и в этой ситуации он как бы и не нужен. План был прост до безобразия, пару раз до трассы и обратно, никакого экстрима, я трезв, снег был как бы утрамбован, а шины зимние, так что нормально все было, просто медленно в темноте прокатиться. Поехали, перекресток проехали, деревню проехали, едем вдоль поля, первый километр, второй километр, третий, еще один примерно проехали, вроде уже много проехали, но думаю просто едем медленно. Ладно, еще один километр, а тут все нет того правого съезда на трассу, ну хоть ты тресни, а дорога все идет вдоль поля. Так думаю лоханулся, проскочил поворот, хоть чувствую голосок тонкий шепнул, что хрень несу, там не было развилки днем. Дорога после поля сразу сворачивала к трассе и проскочить трассу я никак не мог, там вдоль поля было максимум километра два. Девушки говорю трассу проскочили, нет проблем, развернемся сейчас и поедем обратно, будет эта трасса, никуда она не денется. Мы развернулись и поехали обратно, я еду и нет съезда на трассу, так мы и доехали до деревни, делаю разворот на перекрестке, снова обратно едем. Днем, уже очень медленно еду, 30-40 км в час где-то, второй километр, третий километр, четвертый километр, высматриваю когда же закончится поле и повернет дорога направо к трассе и снова проезжаю, в этот раз даже больше чем в первый раз и вот здесь вижу начинается лес, вот тут я напрягся уже более ощутимо. Днем никакого леса не было, во всяком случае от трассы до парковки, еду очень медленно вдоль леса и не знаю что делать, просто растерян, может быть напуган, но мне бояться нельзя, во всяком случае чтобы было очень заметно, и тут девушка говорит, а откуда здесь этот лес, его же не было, я бодро говорю что занесло поворот на трассу снегом и мы его оба раза проскочили, а сам уверен что вру, но мне стало интересно куда все же делся этот выезд на трассу, делаю разворот прямо посреди леса, плотным рядом тяжелые деревья близко к дороге, темень просто кромешная, только фары что спасают, еду обратно, уже нервно себя ощущаю. Мы доехали еще раз до деревни, делаю разворот на перекрестке и обратно. Едем вдоль поля, смотрим оба, смотрим внимательно, и уже не получается хихикать, как то не так все это. Проехали поле и снова лес начинается, и тут девушка говорит что хочет обратно, хватит с нее, а я говорю что нет, чисто интересно куда эта дорога заведет после леса. Так не было леса, вообще откуда этот лес, уже почти что голос повысило от напряжения. И мы дальше спорим так чуть-чуть, а я еду и еду, и тут начинается спуск, хотя ровно должна была быть дорога, я не помню чтобы днем были такие явные перепады высот. И видим в километрах двух-трех примерно, внизу какой-то населенный пункт, только там почти всюду темно и горят как мне показалось в окнах не электролампы, а свечи или керосиновые тусклые светильники. Тут я уже испугался, просто взял и испугался, старый заснеженный поселок без электричества, которого не было днем, очень испугался. Леса не было уж точно, но если лес все же допустить что был, то деревни не было в любом случае, деревня была одна, та с перекрестком, а эта-то откуда взялась. И тут мне девушка говорит тихо так, я туда не поеду. Я развернулся и погнал уже обратно по подъему, и тут наваливается ощущение, что надо быстрее, максимально быстрее, не то что от кого-то убежать, а просто успеть. И вообще тут как плотину прорвало, сразу нахлынуло, что мы вообще где-то очень не там. И окончательным аккордом, когда сразу после леса начинается опять поле, вылетаем на открытый участок, и вижу, что все небо, все проклятое небо за полем, на линии горизонта и почти на треть небосвода выше, стало алого цвета, но не прямо красного как при заходе солнца на море, красноватое такое. Ночь, часов одиннадцать, и когда только выезжали уже давно была ночь, обычная черная зимняя ночь. Ну что тут сказать, доехали в общем до гостиницы, но всему этому все же нет объяснения, где я был не знаю, в заднице мира может быть. На второе утро засветло с первой попытки доехали до трассы, сразу после поля повернула дорога направо, вот она эта магистраль, никакой мистики. Два человека не могли так ошибиться, просто исключено, я не верю, я буду до последнего утверждать, что дорога исчезла, то есть ее часть ведущая к трассе. Как и куда она исчезла, как кто и когда ее вернул обратно, я не знаю. Чёртово болото. Так в народе называют место, находящееся в километрах в пятидесяти от достославного уральского городка Миаз. Вполне возможно, что на карте этот участок, расположенный в лесу, называется совсем иначе, либо вообще никак не называется, однако местные жители окрестили озеро чёртовым совсем не случайно. Оно само по себе невелико, но подойти к нему практически невозможно из-за плотного сурового ельника. Уж больно нехорошие чувства охватывают человека при одном только приближении к таинственному болоту. Почему таинственное? Почему чёртово? Местные утверждают, что несколько раз в год нечистая сила справляют здесь шабаш. В это время по ночам небо полыхает с полохами. Подойти в это время близко к озеру не только страшно, но и просто невозможно. Человек не может выдержать головной боли, которая как тисками сжимает виски. Но не только страх охраняет чёртово озеро. Роль безжалостной стражи выполняют также комары, но не обычные, а какие-то мутантообразные. Они здесь летают не роем, а бурлящей стеной. Причём эти кровососущие твари необычайно мелкие и у каждой из них не достаёт по одной-двух ножек. Эти мутанты с такой злобой впиваются в человеческое тело, что кожа покрывается зудящими волдырями, которые нисходят по нескольку дней. Их поведение и облик очень напоминают необычных комаров, обитающих в Сибирской тайге в районе Тунгусской аномалии. С помощью этих мутантов, живых охранников, чёртово болото оберегает свою тайну. Из года в год здесь происходят странные пугающие вещи. Жители близлежащих деревень рассказывают приезжающим уфологам, что часто видят в небе и два различимые шары, зависающие над этим болотом. Проходит всего несколько суток после такой разведки, и ночью здесь появляется таинственное освещение. А как минимум раз в полгода небо над водоёмом словно освещается огромным мощным прожектором. В такие ночи деревенские собаки, поджав хвосты, прячутся в своих будках. Лошади, свиньи, коровы, наоборот, мечутся в сараях и пытаются вырваться на волю. Такие мистические ночи воздействуют не только на животных, но и на современную электронную аппаратуру. Телевизоры в домах окрестных жителей обычно работают плохо, принимают по два-три канала, да и то изображение такое, словно песок в кинескопе. Но как только зажигается над болотом свет, телевизоры в домах преображаются, и тогда кажется, что Останкинская башня находится посреди села. О происхождении мистических огней Уральского болота судить пока рано, считает парапсихолог Константин Филимонов, побывавший на этом чёртовом месте, но вполне возможно, что оно является базой неопознанных летающих объектов. Схожие и необычные события происходили 21-22 мая 2005 года и на другом болоте, на этот раз в аномальной зоне Красносельского района Костромской области, известной как Долгий Луг. Как утверждают местные жители, здесь по ночам часто появляются светящиеся шары, которые катались по полю. Аборигены окрестных деревень никогда боялись ходить на Долгий Луг и не пускали туда детей, так как по слухам там исчезали люди. Их манили за собой разноцветные шары и назад они уже не возвращались. Когда-то поблизости стоял лес, где люди часто плутали. Старики убеждены, что шары катала по полю нечистая сила, а кто-то даже видел над ними чьи-то призрачные силуэты. Говорят, время в этом месте текло не так, как везде, то быстрее, то медленнее. Лошади вблизи аномальной зоны вели себя беспокойно. Начинали фыркать и отказывались двигаться дальше, будто чуяли опасность. А людям не всегда удавалось перейти поле из-за охватывавшего их необъяснимого страха. Правда, после осушения болота, располагавшегося неподалеку от этого места, никаких чудес здесь более не наблюдается. Во всяком случае, исследователи ничего необычного так и не зафиксировали. Но неподалеку расположено еще одно болото – Вороницыно, где порой блуждают люди. Много еще непонятного и пока необъяснимого таят в себе болота. Но все-таки у всех чертовых болот есть одна общая черта – это высокий уровень энергетики, порой выбрасываемый из их недр. Именно этой активностью можно объяснить и галлюцинации, накатывающие на людей, оказавшиеся вблизи болот, и тревожное поведение животных, и странные огни, и другие световые эффекты, пугающие местных жителей, и даже присутствие в них животных древних эпох, жизнедеятельность которых, вероятно, подпитывается дополнительной энергией. В трех соснах заблудилась. История, которая реально произошла с моей мамой. Моя бабушка до сих пор потешается над ней, но смешного так-то мало. Лет за пять до моего рождения, то бишь году в восемьдесят первом, моя мама поехала в деревню к родителям. Надо сказать, что маршрутка ходит только до поселка, а после поселка до дома родителей ходьбы полчаса тихим шагом. Поселок плавно перетекает в деревню, ни пустырей, ни зарослей нет, только дома. Делаю особый упор на это для оценки курьезности ситуации. В феврале в пять часов в принципе уже темный вечер, и еще нужно отметить, что за пару дней до этого умер близкий друг моей мамы. Чешет, значит, моя мама по деревне вся такая бесстрашная и думает, какая же я храбрая. Виталя вот недавно умер, а я иду вечером одна и ничего не боюсь. Гордость по поводу собственной неустрашимости начала таять, когда она поняла, что забор с правой стороны никак не заканчивается. Маман отметила, что какой-то он бесконечный. Нужно сказать, что к родителям мама ездила каждые выходные, плюс все детство провела в этой деревне. Она покрутила головой и обнаружила, что знакомые дома пропали. Вместо деревенских обветшалых, а местами уже дачных домишек возвышались добротные крестьянские дома, рассчитанные на несколько семей. В них горел свет. У маман началась паника, поскольку она отлично знала, что ни одного подобного дома в деревне нет. Окна были очень высоко, в них было не заглянуть, а стучать ворота было страшно. Кое-где попадались бедняцкие землянки, которых также в деревне быть не должно, но в них не было света. Наконец, в одной из землянок мама увидела слабый коптящий огонек. Она заглянула туда. Там за столом сидел мужчина спиной к окну и не шевелился. Мама окликнула его. Движение не произошло. Мама ретировалась. Паника нарастала. Мама уже ориентироваться как-то не пыталась. Побежала. Выскочила в итоге между домов поле, занесенное снегом. Побежала через поле, которое очень быстро закончилось, и вылетела на окраину своей деревне со знакомыми домами. Она обернулась, за спиной было поле, а чуть дальше на горе возвышалось кладбище. Остается совершенно неясным, как мама могла оттуда прийти, если шла с другой стороны, по прямой никуда не сворачивая, так как идет дорога от поселка до дома родителей. От испуга и от холода у нее уже зуб на зуб не попадал. Она постучалась в дом знакомой старушки, та открыла дверь. Тут маман, стуча зубами, задала вопрос, который обеспечил деревенским жителям веселье при виде нее на ближайшие пару лет, как пройти Фенева, название деревни родителей. Бабулька, выпучив на нее глаза, спросила «Лена, у тебя голова не болит? Давай я тебя провожу». Несмотря на мамины протесты, что теперь-то уж она знает, куда идти. Старушка оделась и отвела мою маму, нормальную такую двадцатилетнюю девушку, через четыре дома к ее родителям и сдала с рук на руки. С тех пор моя бабушка очень веселится, вспоминая, как взрослый, трезвый, вменяемый человек плутал в знакомость с детства деревни. Но мама никогда не смеется, поскольку досконально помнит, как шла никуда не сворачивая, и где она тогда оказалась до сих пор остается загадкой. Встретился с неандертальцами. В сентябре 1978 года я с группой друзей мотоциклистов отправился за город по грибы. Найдя симпатичную полянку, мы оставили на ней мотоциклы и разбрелись в разные стороны. Собрав грибы, мои приятели хотели перед обратной дорогой выкурить по сигаретке, а я, как не курящий, решил прокатиться по одной из дорожек, отходящих от поляны. Примерно через 200 метров я выехал на другую поляну. Было около 4 часов дня, и тут я увидел, что в одном месте березы видны как бы через неровное стекло. Любопытство заставило меня направиться именно туда. Как только я въехал туда, в глазах у меня потемнело, и я чуть было не упал с мотоцикла. Но через несколько мгновений состояние нормализовалось, и я увидел, что еду по лесной дороге с узкими кольями, а от прежней поляны не осталось ни следа. Солнце до этого светившее ярко, теперь было тусклым. Двигатель до этого, работавший на больших оборотах, стал рокотать редко, как на холостом ходу. А впереди на холме я увидел два ряда приземистых избушек, покрытых не то ветками, не то травой. Рядом с избушками не было каких-либо огородов или заборов, ровная покрытая травой земля. Объехав деревушку с правой стороны, я решил проехать посередине между домами. В это время из домов стали выскакивать люди. Странным казалось, что бежали двигались они, как в замедленной киносъемке. Лохматые, в грубой одежде травянисто-зеленого цвета. Они выглядели, как люди из далекого прошлого. Один из них бросился на перевес мотоциклу, и мне удалось хорошо рассмотреть его. Выше среднего роста, короткие ноги, мощный торс, низко посаженная голова. Черты лица грубые, широкие скулы, большой рот, низкий скошенный лоб, глубоко посаженные глаза. Это был типичный неандерталец из учебника истории. Однако нос у него был не приплюснутый, как у обезьяны, а вполне нормальный, человеческий. На голове была густая темная шевелюра. Человек попытался схватить меня, и это ему едва не удалось. Тут я выехал за пределы деревни, а оказался на уже знакомой дороге. Двигатель стал медленно набирать обороты, и через мгновение все повторилось. Закружилась голова, и я на полном газу вылетел на залитую солнцем поляну. Не останавливаясь и не оглядываясь, я доехал до своих друзей, которые накинулись с расспросами. Оказывается, я отсутствовал около получаса, и приятели уже успели выкурить по три сигареты, хотя по моим прикидкам прошло не более пяти минут. Я рассказал о том, что случилось, и предложил всем вместе съездить туда и посмотреть. Однако двое приятелей, которые приезжали сюда раньше, заявили, что никакой деревни здесь никогда не было, и что эту историю я придумал, чтобы оправдать свое долгое отсутствие. И поскольку все торопились домой, дело ограничилось шутками и смехом. Впоследствии я все-таки вернулся на загадочную поляну, но, как и следовало ожидать, окно в параллельный мир уже было закрыто. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok